Партнёр программы «Оперативная съёмка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе Мишка вышел навстречу любителям папоротников в Приморье. Ограбление века случилось во Владивостоке. Живодёр орудовал вольно-надеждинский. 25 мая – Всемирный день пропавших детей. Главная тема программы. Медведь вышел навстречу любителям собирать папоротник в лесу, сообщает «Эрия Влад Ньюз». Инцидент произошёл в пожарском районе Приморье. Туристы встретили животное около минерального источника «Ласточка». Зверь вышел на автомобильную дорогу. Увидев людей, вёл себя очень спокойно. Медведь дошёл до середины трассы, развернулся и снова ушёл в лес. Двое неизвестных чулками на голове совершили ограбление века во Владивостоке, сообщает «Рия Влад Ньюз». Местные жители зашли в магазин, расположенный на улице Карбышева, 28А, и, воспользовавшись отсутствием продавца, похитили блок жевательной резинки. Видео с момента кражи было опубликовано в социальной сети. Пользователи прозвали преступление «кражей века» и задались вопросом, зачем грабителям столько жевательной резинки, а чулки на головах мелких воришек ещё больше рассмешили приморцев. Житель села Вольно-Надеждинская расстрелял из ружья соседскую собаку по кличке Лаврентий, породы Джек Расселтерьер. 20 мая Лаврентий отправился на утреннюю прогулку вместе с хозяином, и в какой-то момент мужчина услышал хлопки и истошный собачий виск. Владелец собаки бросился искать её, но не нашёл. О том, что пса мог расстрелять сосед, он сообщил полицейским. Мужчина сознался в содеянном только сотрудникам МВД. До этого он свою вину отрицал. Собаку нашли в гараже живодёра. Он спрятал Джек Рассела в ведро и накрыл крышкой. Владельцы собаки написали на соседа заявление в полицию. Лаврентию сделали дорогостоящую операцию. Сейчас пёс приходит в себя. По факту инцидента ведётся проверка. Пропал ребёнок. Такие сообщения от оперативных служб появляются каждую неделю. К поискам детей, кроме спецслужб, подключают всех неравнодушных. Друзей, родственников, волонтёров, соседей, активистов. Однако такие поиски успешными оказываются редко. Моя дочь пропала 28 февраля 2014 года. Возвращалась она домой, до школы. Хотя в это время были каникулы, но она посвящала дополнительные занятия кружок ПДД, правила дорожного движения. Возвращалась она домой с подругой. Это был день, около 1 часов, поэтому не возникло у нас такой опасности, какое-то предчувствие, что может что-то произойти с ребёнком. Провели репетицию перед выступлением, она пошла домой. Дома свекровь, мы живём вместе, забеспокоилась через некоторое время. Ребёнок не вернулся. Тогда мы начали обзванивать знакомых, девочке звонить, маме, с которой она жила. И вот с этого времени Аксении мы ничего не знаем. У меня пропал кум Бахтин Дмитрий 8 ноября 2016 года. Вот в этом доме мы живём, вышли оттуда вместе. Я пошла на почту, он пошёл туда, в МРЦ, в ИТК. И с того времени его нет. Ждём, надеемся. Каждый четвёртый пропавший в стране несовершеннолетний. Дети бегут не только из приютов и лагерей, но даже из собственных семей. Во Владивостоке за полгода пропало 177 детей. К счастью, всех их нашли. Из неблагополучных семей дети уходят от того неблагополучия, от пьющих родителей, конфликтов в семье. И среди детей благополучных семей основная причина – подростковый возраст, гиперопёка родителей этих детей. Бывают стрессовые ситуации, когда родители слишком перегружают ребёнка обучением, кружками, занятостью. В современном мире у многих детей слишком мало самостоятельности. Они могут потеряться даже в собственном районе. Просто потому, что от подъезда их возят на машине. Вот что советует психиатр. Мы даём в своих рекомендациях вы потратите какой-то период времени и проедите со своим ребёнком на общественном транспорте по самым длинным маршрутам, рассказывая ему, что вы видите. И в ситуациях, когда он где-то вдруг заплутает, он вам сможет какие-то ориентиры уже назвать, где он. Из истории волонтёрских отрядов шестилетний мальчик пропал во время прогулки с бабушкой. Она отвернулась на мгновение. Его нашли через трое суток в больнице. Ребёнка сбила машина, а увезла скорая. Малыш, к счастью, жив. Происходит такое и во Владивостоке. Таких деток пропадает, наверное, одна треть, ну, может быть, даже чуть меньше. Как правило, по недосмотру. Либо родители злоупотребляют спиртными напитками, ребёнок предоставлен сам себе. Есть факты, конечно, когда буквально мама отвернулась в силу занятости и ребёнок зашёл за угол и потерялся. То есть такая вот случайность, да, наверное, какие-то минуты. Потому что детки, ну, это детки. Как только ребёнок начинает говорить, сразу научите его знать. Своё имя, имя папы и мамы, домашний адрес. Такие дети находятся гораздо быстрее. Во Владивостоке из пропавших детей насилию по статистике подвергается не больше двух. Но и эти цифры не радуют. В основном детки либо уходят сами, если это взрослые дети, которым от 14 до 17 лет, либо маленькие детки, ну, такое количество тоже небольшое маленьких детей в возрасте 3-5 лет, когда они потерялись. Все детки находятся в течение суток максимум двое. Если эти дети не были найдены в течение суток, мы подключаем уже и волонтёров. Что делать ребёнку, если он потерялся? Остановиться и оставаться там, где его потеряли. Оглянуться и принять тревожную позу, сесть на пол или обхватить себя руками. Закричать. Не стесняться громко позвать маму или папу, они могут услышать. Обратиться к людям в форме. Просить помощи у взрослого с ребёнком. Ни в коем случае не уходить с незнакомыми людьми. Психологи констатируют, четверо из пяти детей могут легко уйти с незнакомым человеком. Полиция предупреждает учить и детей не подходить к незнакомцам, не вступать с ними в разговоры и ничего у них не брать. Сусликов таких маленьких. Там их очень много, вот столько. Пойдёмте их кормить? Пойдёмте? Давайте, пойдёмте. Берите меня за ручку. Пойдём. Аккуратно слазь. Всё, пойдём. Пойдём. Давай, останавливайся. Есть такая категория детей, которых специалисты называют бегунками. Во Владивостоке их 19, 9 живут в семьях, 10 – детдомовцы. Этим детям всё равно, куда бежать. Это патология, которой должны заниматься специалисты-психиатры. Мы говорим о том, что есть группа бегущая по психологическим причинам, и тогда это должна быть детско-родительская терапия и выяснение причин конфликта, скрытого или явного между ребёнком и родителем. Но может быть и органическая причина, то есть дети, у которых есть те или иные нарушения волевых функций, а это уже относится к сфере, как мы говорим, терапии, да, то есть это нельзя убедить, это надо уже лечить, то эта группа детей, она будет импульсно убегать, когда у них возникает желание, когда они обижены, когда им скучно, им нужна потребность движения, да, они тоже будут реализовывать вот эти свои потребности в том, что они уходят из дома. Как правило, дети, которые убегают или уходят, у них мало осведомлённости о своей ответственности, о переживаниях родителей по этому поводу. Психологи убеждены, ребёнок должен знать о переживаниях родителей в случае его потери. Ему надо говорить, я испугался или испугалась, потому что я тебя люблю, а малыша просто нельзя выпускать из поля зрения. Я мама Фёдора Деркачак, который родился 14 декабря 98 года, и он ушёл из дома 20 октября 2014 года. Это был уже конец четверти, и накануне вечером я посмотрела оценки в электронном дневнике. У него было очень много двоих. Ну, и вечером по этому поскандалили, по этому поводу поругались, запретили ему интернет. Ну, тогда ещё мама у нас жила, она в 2 часа ночи спускалась, дверь в его комнату была закрыта, то есть он был дома. А в 4 часа, когда проснулся муж, была дверь в его комнату открыто, вещи разбросаны, то есть, ну, как будто он собирался. А больше никаких информации нет. 25 мая международный день пропавших детей. Во Владивостоке статистика радует. 99 из 100 детей находят в кратчайшие сроки. Но, к сожалению, остаётся этот один. Дима, сынок, если ты видишь или слышишь меня, возвращай сюда и мы тебя очень любим и ждём. Первое правило. Если ребёнок пропал, сразу обращайтесь в полицию. Подключайте к поискам друзей и знакомых средства массовой информации. Правило трёх суток давно не действует. И берегите своих детей. Партнёр программы Оперативная съёмка Информационно-рекламный холдинг Бизнес Кейс Информационно-рекламный